Сквер имени Скоржевского или участок улицы Октябрьской, примыкающий к центральной площади. Какая из этих общественных территорий может быть заблагоустроена в следующем году? И какие элементы благоустройства горожане считают приоритетными? В Центре детского творчества прошел проектный семинар по проведению открытого голосования по выбору объектов внешнего благоустройства в 2022 году. Пять рабочих групп. В их составе депутаты, представители администрации, общественного совета и молодежного парламента. Перед всеми поставлена одна и та же задача. Сначала отобразить на листе ватмана свои идеи, затем убедить собравшихся в том, что именно эта территория требует внимания в первую очередь. А также высказать свои предложения по ее благоустройству. Красиво обустроить улицы, чтобы они светили, чтобы они были нарядами в любое время года. Мы единый стиль планировали – здания и сооружения, которые находятся. Обозначить цветовая гамма национальной нашей символики. Световые иллюминации, дизайнерские конструкции. На центральной площади аллея, посвященной истории становления и развития города. Аллея в честь работников комбината автофургонов в сквере имени Скоржевского. Оборудование велосипедно-роллерной дорожки и организация веревочного городка. Идей много. Цель одна – создание комфортной территории для горожан всех возрастов. Сегодня мы как раз проведем мероприятие, то есть познакомимся с теми территориями, которые ставятся для голосования в городе Шумерле. Попытаемся накидать те, скажем так, первые видения, что вы хотите увидеть на этих территориях. И это вяжет в основу того, чтобы люди знали эти территории более подробно. И те желания, которые вы сформулируете, они вяжут потом в дальнейшем в концепцию благоустройства. Онлайн-голосование по отбору дизайн-проектов формирования комфортной городской среды пройдет на федеральной платформе впервые. Продлится с 26 апреля по 30 мая. Принять участие в голосовании может любой житель, начиная с 14-летнего возраста. Напомним, что Шумерле участвует в программе формирования комфортной городской среды с 2017 года. В 2017-2018 году у нас благоустроился парк городской, где были построены спортивные площадки, детские площадки, асфальтирование дорожек, освещение. В 2020 году у нас завершился первый этап благоустройства площади имени Речного. В этом году мы планируем завершение этого проекта и плюс еще у нас будет реализовываться сквер на улице Ленина, дом 84.